Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем и сегодня мы играем в крималочку на серии Massive Holy Play 1 сервер. Мы не Кирилл Путбулови и сегодня у нас будет, можно сказать, будет дальнобойщика, но не совсем, просто сегодня я хочу поработать на дальнобоях, начну рейс, как бы сейчас время, сейчас покажу какое. Поздноматы, конечно, но я решил записать для вас серийку, вы вроде бы как любите, так сказать, будни дальнобойщика, как я работаю на дальнобоях, вам вроде бы как нравится, вы смотрите, ставите лайкосики. Но это не точно, или точно, или динахуй. Поэтому я решил вот записать такую серийку, думаю, вы, в принципе, оцените. Сейчас я еду, возьму, точнее, арендую машину дальнобойщика, наш любимый Кразик, ссылочка на него будет еще в описании, как бы, а то некоторые не могли найти ссылку на него. На самом деле, блин, я бы хотел создать новую семью, потому что, как бы, да, у меня есть семья, вот, как бы, есть семья, но эта семья, она, ну, была создана на том аккаунте, какой мы ее деактивировали, и я никому, никого не могу ни выгнать, ни принять и так далее, поэтому хотел бы создать новую семью, но денег, короче, у меня нету, она стоит, по-моему, 500 тысяч, если я не ошибаюсь, и денег на нее у меня вообще нету. Кто может помочь, серьезно, прям, пишите мне в ВК, ну, просто 500 тысяч, это для меня сейчас большая сумма денег, потому что, как бы, денег у меня немного, вон, 136 тысяч, и все, больше у меня денег нету. Кто может помочь, деньгами, чтобы создать новую семью, буду очень благодарен, потому что, да, семья есть это, но никого принять я не могу особо, как бы, поэтому нужна новая семья, вы недальнобойщик. Ага, точно. Почему недальнобойщик, вы спросите, наверное. Короче, у меня залагала, короче, игра, я не знаю, почему пришлось перезагрузить компьютер, не знаю, давно такого не было, да и вообще такого не было раньше, не знаю, почему это так, с чем это так связано, что у меня тупо завис комп. Да хуй его знает, если честно. Ну, вроде бы, все нормально, я перезашел, сейчас поедем обратно туда, так вот, почему я не дальнобойщик больше, потому что я получил два варна, я получил вот два варна, у меня, видите, вот, два предупреждения из трех, еще одно предупреждение, я получу бан на семь дней. Короче, я вступил в фракцию, точнее, я, я, Тимоха и его друг Влад Хламов вступили в, короче, в армию на ВЧ-1 и дурачились, короче, били друг друга и нам дали варны. Тимоха вообще забанил за 400 дней, на 14 дней из-за того, что, типа, читы, хотя он читы не юзал, а просто он поставил блоки, я не мог, как бы, мусилисти хп. Админ подумал, что он, как бы, читерит. На самом деле, полный бред, но его забанили на 14 дней. Его просто забанили на 14 дней, давайте в унварны даже пропишу так. Вот, через два дня, в принципе, у меня все варны слетят, как бы, вот, мне за ТК дали и дали еще из-за того, что я там на МП чуть-чуть дурачился, виртроидом, короче, залетел и убил пару человек, и меня за это дали варны, еще один. Так что, кому, кстати, не трудно, вот, серьезно, насчет семьи, кому не трудно, кто может там дать денег на семью, чтобы я создал, то буду очень благодарен. Ссылочка на ВК есть в описании. Так что, пишите, кто может дать денег на семью. Кстати, насчет этого Мерседеса, я не знаю, может, снимать из Райфа или нет про него, напишите в комментариях, либо просто снять покатушки на нем и там рассказать свое впечатление, но скажу прямо то, что машина мне нравится. Машина довольно-таки неплохая, я вот на нее такие диски поставил. Я думаю, это не колхозная, я вот цвет машины поставил, диски довольно-таки неплохо смотрятся, потому что это диски какие-то сами по себе маленькие, эти чуть-чуть побольше, но не уж так и большие, но все равно лучше смотрятся, чем стандартные, как по мне. И мне эта тачка, ну, в таком стиле нравится. Я ее перекрасил еще, как вы заметили, в такой цвет. Цвет у нее 164. И, кстати, меня немного наебали с ценой ее. Чуть-чуть меня наебали, короче. Вот. У нее гос колям 900, но думаю, в этом ничего страшного нету. Как бы. Давайте поздоровимся. Я не знаю, что он мне хочет. Может, узнал меня, может, нет. Эммм. Мда. Приехали, блядь. Просто замечательно. Конечно, мы сами давайте, чтобы мы здесь стали. Ладно, поехали дальше, короче. До аренды арендуем себе. Кразы. Да, вот. Я еще не приют к этому Мерседесу с собой, поэтому я могу так врезаться. Ну, думаю, ничего в этом страшного нету. Так, штрафы. Погнали, короче. Я купил эту машину 2 дня назад. Ну, в принципе, вы серию должны были видеть. Кто не видел, посмотрите. 2 дня на нем катаюсь. Честно говоря, на Бэху. Бэху 2 дня уже не брал. Ну, решил кататься только на этой тачке, в основном. Тачка мне очень приносит уйму удовольствие. Не жалею, что я ее купил. В принципе, она своих бабок реально стоит. Ну, подробно, если вы хотите, я могу вам про нее рассказать в отдельном видеоролике. Так что, пишите в комментариях, обязательно. Думаю, надо заехать починить тачку эту. В принципе. Кстати, вот это СТО моего подписчика. Александр Чепкасов. Он мне соточку вчера давал. 100 тысяч мне дал. От души прям. Спасибо ему. Прям от души. Давайте поедем, возьмем, арендуем наш кразик наконец-то уже. Надеюсь, сейчас у меня не залагает. Как перед этим. Давайте Мерседес у нас поставим здесь рядом. Еще один. Будет несколько Мерседесов стоять. Два на блатах и два обычных. Мне я бы поставил на эту машину блат номера, но у меня нету денег. И чтобы денег купить на... Ай, блин. Обратно я туплю, надо шоустроить. Естественно. Епт вы налет. Так, вот я уже устроился, приехал. Кстати, вон Чепкасов. Как раз же я поздоровался. И он оказывается здесь, на сервере. Все, арендуем наш кразик. Что-то он без номеров нам попался. Но он разный попадается. Бывает с грузом. Тут бывают камни, листья лежат. И бывают русские, украинские номера. Сейчас вообще попался без номеров. Ну, в принципе, и так нормально, я думаю, пойдет. Так, кстати, можно там кразе дрифтить. Сейчас я вам попробую показать. Вот так вот боком. Опа. Ну, я просто плохо разогнался. Я вот Чепкасов написал. Может, он мне даст денег, чтобы я создал семью. Но что-то он молчит. Наверное, думаю, не даст денег. К сожалению. Но было бы неплохо, если бы дал. Я прям бы сейчас бы создал семью. Снял бы про этот видосик. Например, с баблом, правда, сам работаю сейчас. Да, печально, конечно. Печаль. Думал, у тебя 100 макс есть. Давайте напишем, сколько можешь ждать. И на этом было бы хорошо. Давайте так напишем. Я думаю, просто у него 100 бабки как бы есть. Более, я не только для себя. Ладно, если там машину просил, но я хочу создать семью, чтобы подписчиков принимать. Семью. Было бы реально круто. Если бы он снова не активировали, я бы не просил реально. Потому что для меня сейчас 500 тысяч это реально большие бабки. Ну, я думаю, вы сами это понимаете. Короче, я вот загрузился. Чипкасов сказал, в принципе, даст денег, сколько ему не жалко. В принципе, типа, ну, можете чат вон почитать. В принципе, как бы вы сами все знаете прекрасно мое положение сейчас. То, что аккаунт деактивировали. И денег... Деньги брать неоткуда. Бизнеса у меня нету. Донатить возможности особо у меня как бы тоже нету. У меня лаги, я лилок сейчас напишу. Так, окей. Хорошо. Хорошо. Хорошо, она напишет попозже. И даст нам, сколько ему не жалко, в принципе. И на этом хорошо думаю. Кстати, давайте посмотрим, сколько я рейсов уже сделал за все время. Давайте остановимся здесь. Я думаю, некоторым интересно будет. Так, G-Skill. 14 рейсов я сделал. Ну, я особо здесь не работаю, как бы. И особо времени у меня вообще работать нету. Я там на ферме в основном работаю. На ферме сегодня заработал, по-моему. Сколько я? 1050 где-то. Ну, чтобы квартиру оплачивать хватает. Но то, чего я хочу, не хватает. Я хотел бы задать семью. Еще надо купить оружие какое-то. Потому что вот этот пистолет, какой я купил, он не очень, как бы, помогает, честно говоря. И хотелось бы купить что-то более-менее хорошее. Хотя бы там АКСУ какую-то за 100 тысяч. Было бы и то неплохо. Так, вот Чипкасов мне написал. В принципе, человек слова как бы перезашел. И он ждет меня возле банка Арзамаса. Я с ним договорился там встретиться. И он мне покинет денежек. Конечно, блин, мне надо сколько? Это мне даст, наверное, 1100, наверное, 150. Мне надо будет еще 1200 где-то найти. 250. Ну, блин, это поработать пару часиков можно в дальнобоях. И, думаю, смогу заработать такую сумму денег. И создать семью. Так, вот Чипкасов. По идее, да? Давайте парканемся немного. Так, аккуратненько. Ой. Ку-ку. Еще раз. Ку-ку еще раз. Вот Чипкасов, в принципе. Давайте я скриншот сделаю. Вот такой вот. Спасибо большое от души. Спасибо большое от души. Ты в серии. Удачи на дороге. Я тоже лезь. И тебе. И тебе удачи. Удачи. Передаю привет. И тебе привет, Александр Чипкасов. Поехали дальше. Большое ему спасибо нам. По идее, дал 150 тысяч где-то. Ну, большое ему спасибо, потому что для меня сейчас бабки прям вообще напряг. Чипкасов передает привет. Чипкасов передает привет Дане Котикову и Джимми Экстази. Давайте напишу. Давайте напишу 55855. Передал. Передал я приветики. Так что все хорошо. Один рейс мы уже сделали. Думаю, еще один рейс не помешает. Может быть, еще два. В принципе, пару рейсов за эту серию сделаем. Думаю, лишним не будет. Так, вот я загрузился. Давайте посмотрим, куда мне ехать. Надеюсь, туда же, куда я первый раз. И мне ехать аж в Кремль. Мне ехать аж в Кремль. Да, это, конечно, жестко. Так, вот я доехал, короче, до выгрузки в Кремле. В принципе, ждать нам не обязательно. Поэтому я включаю снова радио. Радиорекорд и еду дальше. Так, вот я уже подерживаю на загрузку. Тут Чепкасово как раз тоже едет. Так, загружаемся. И снова включаем радио. И едем обратно выгружаться. Так, вот, короче, мы подъехали. Надо заправиться. Я уже тот рейс отвез. Я не смог, я выгружался. Но я тот рейс уже отвез. Поэтому сейчас будем грузиться. И ехать дальше, в принципе. Это уже будет такой, по-моему, четвертый рейс. Ну, ничего страшного. В этой серии будет много рейсов. Я думаю, это, в принципе, хорошо. Вот, подержаем на загрузку. Снова Чепкасов. В принципе, мы с ним ездим одинаково. Поэтому все нормально. Так, боком надо зайти. Включаем радио и едем дальше. Чепкасов докатался, короче. Не думаю. Лол. Сейчас давайте пробуем вытолкнуть. Ну, конечно, Чепкасов молодеет. Давай. Так бы сразу нельзя было сделать. Чё-то. Ай, лол. Конечно, молодцы. Короче, Чепкасов там разложился. У него фура влетела. Сейчас тот чувак его починит. Мне обратно рейс выпал в Кремль. Блин, так далеко ехать. Ну, в принципе, что делать. Придется туда ехать. Чтобы, в принципе, выгрузиться. Ну, и потом поедем назад. Короче, вот я доехал уже. У меня уже машина так мало хп. Потому что я впилился там немножко. Ну, в принципе, сейчас будем ехать назад. Погнали дальше. Эх, то чувство, когда ты не успел до рестарта доехать рейсом. Блядь, тупо в пяти метрах был. Просто в пяти метрах был. От чекпоинта. Я не успел просто доехать, понимаете? Ну, сейчас... Вот, извини, какое сейчас время. Просто вы поймёте. Вот так. Дальше вам ничего не видно, в принципе. Ну, рестарт, короче, только что был. Я просто не успел. У меня был... Выпал рейс в Кремль. Выпал бы где-то ближе, я бы успел реально. Но так я никаким... Макаром, короче, не успел, к сожалению. Ну, думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервис для новых серий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok